Приветствую вас! Первое, что хочу сказать, это то, что вы обратились в раздел не эзотерики, а психологии. Написали то есть в раздел психологии. Соответственно, я являюсь специалистом по психологии. И отвечу вам, именно исходя из своих знаний и опыта в психологии. Вы пишите, мне очень нужна помощь в чем, помогите мне, пожалуйста, обращу опять же в чем. Ну, смотрите, вы здесь ведете себя так, как будто вы жертва. Дело в том, что на парня и на меня сейчас обручились проблемы. Ну, хорошо, что вы различаете себя и парням. Ну, очень здорово, что вы различаете все-таки себя и парням. Потому что многие люди уже этого не делают. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Что за проблемы обручились на вас и на парням. То есть, где проблемы ваши, тогда вот именно ваши проблемы где. А где проблемы парням. Парням. И как проблемы парням затрагивают ваши проблемы. Вот. Это мне, в первую очередь, нужно выяснить. Далее. Мы с ним с мая месяца планировали жить вместе. Так. С мая месяца. Сейчас уже август. Конец августа. Значит, не получилось. А так случилось, что неделю назад он серьезно поругался с отцом. И мириться первым не хочет. Слушайте, ну, что значит, так случилось, что он серьезно поругался с отцом? Это не может случиться вдруг. Если это произошло, значит, значит, на это были какие-то основания. Я так бы, я так полагаю. У этого были какие-то основания. Ну так вот, давайте для начала разберем, что это за основания. Случайно ли, случайно ли произошло то, что молодой человек поругался со своей маткой? Вы серьезно. Дальше. Вы пишете, что первым он милиции идти не хочет. Гордость, самолюбие и так далее. Окей, это позиция. Скоро вот-вот начнется учеба, а учился я в другом городе. Так, и что? Мне нужно снимать квартиру срочно. Не очень понятно. Для чего нужно и при чем ты спарить? Пожалуйста, подскажите, что мне делать? Что делать, чтобы что? С парнем ругаемся, у него уже нет сил предпринимать. Что именно предпринимать? А без одобрения отца он уезжать не хочет. А как он хочет получить одобрение отца, и это он с ним поругался? Непонятно. Помогите, пожалуйста, как и что сделать? Какую молитву прочитать, чтобы он помедился? Потом и все в его семье стало хорошо. Нет, Римон. Молитвы не помогут вам наладить отношения в их семье. Я даже более скажу, что вы сейчас находитесь в треугольнике Карпмана. Вы почитаете об этом в интернете. И из него нужно выходить. В этом могу вам помочь. Я его очень сильно люблю и жить с ним хочу. То, что вы его любите, это одно, то есть вы хотите с ним жить, это немножко другое. Здесь я бы немного разобрался бы в том, что у вас именно за чувство и для чего именно вы хотите с ним жить. А дальше, погадайте, как у нас застройство, пожалуйста, прошу. Это дается только от вас. Ну, с точки зрения психологии, как у вас хочется, дается только от вас. Ни в коем случае не от гадания, ни от чего-либо еще. У вас проблемы с парнем, пожалуйста, обращайтесь вместе к психологу. Можно к семейному психологу. Можно прямо здесь у нас на сайте. Мы вам поможем. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Смотрите вперед. Продолжение следует...